Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите ежедневно обзор рынка от компании IFC Markets. На прошлой неделе индекс доллара вырос третий раз подряд. Этому способствовала позитивная экономическая информация по рынку недвижимости в четверг и пятницу. В начале недели особого укрепления американской валюты не наблюдалось. В понедельник руководители региональных отделений ФРС в Далласе и Сан-Франциско заявили, что мягкая денежная политика низких ставок должна сохраняться еще длительное время. Во вторник к данному мнению присоединился представитель ФРС Нью-Йорка. В среду вышли материалы апрельского заседания ФРС. В них отмечалась готовность поддержать рост американской экономики за счет эмиссии и низких ставок так долго, как это потребуется. В общем, ничего не предвещало роста доллара, пока в четверг не вышли весьма позитивные данные по рынку недвижимости. Его восстановление, наряду со снижением безработицы и другими параметрами, является одним из основных условий повышения учетной ставки. Продажи домов на американском вторичном рынке в апреле выросли на 1,3%, до 4,65 млн. По сравнению с июльским пиком объем продаж оказался меньше на 15%, а по сравнению с апрелем прошлого года меньше на 6,8%. Однако и такой рост весьма понравился инвесторам, так как это всего лишь второе увеличение продаж домов за последние 9 месяцев и первое в текущем году. В марте продажи вторичной недвижимости вообще оказались минимальными с июля 2012 года. Далее в пятницу стало известно, что продажи новых домов на одну семью за апрель выросли на 6,4%, и рост доллара продолжился. На этой неделе почти все прогнозы американских макроэкономических показателей являются негативными. Во вторник ожидается снижение заказов длительного пользования и индекс уверенности потребителей. В четверг может упасть ВВП во втором чтении, и в пятницу ожидаются слабые чикагские PMI и мичиганский индекс уверенности потребителей. Курс евро ожидаемо понизился на фоне укрепления доллара. Инвесторы не исключают уменьшения учебной ставки в ЕС чуть ли не до нуля с текущего уровня 0,25% на очередном заседании ЕЦБ на следующей неделе. Значимые данные по евро выйдут лишь в среду, безработица в Германии и несколько различных индексов деловой уверенности в еврозоне. Кроме этого, на курсе европейской валюты могут повлиять выступления главы ЕЦБ Марио Драги на ежегодном форуме в Португалии и результаты выборов в Европарламент. Желаем вам успешной торговой недели. Оставайтесь с Ревси Маркетс.